Значит, мы отзвонили, первые звонки сделали, первое собеседование с человеком, мы все вложились как в протокол, во времени, в тексте, в интонации, все у нас просто на отлично. Теперь у нас сегодня обратная связь от тех людей, которые должны были посмотреть. Первое, что хочу предупредить, очень часто бывает такое, что люди, вот сейчас мы будем им звонить, они будут, ой, Ирочка, извини, там я не успела. Это абсолютно ни о чем не говорит. Действительно, ритм жизни такой, что люди просто реально могут не успевать. Кто-то подкашляет в детях, кто-то там в школу, кто-то там еще что-то, ну ничего страшного нет. Договариваемся, ты говоришь, ничего, я все понимаю, когда давай ты мне назови реальное время, через день, ну то есть обязательно надо уточнить второй звонок. Может быть, еще раз хочу сказать, может и второй звонок быть таким же. На втором звонке ты уже должен сказать, не, ну ты человек ответственный, я знаю, что ты в любом случае посмотришь, только назови мне уже сейчас реальный день, вот там может выходной ты посмотришь, и обязательно уточняешь над этим звонке. Но вообще тебя это интересует же, правильно я понимаю, что мы друг друга как бы за нос не вводим. Но это же теплый список, ты можешь с ними так говорить. Все, вот это вот диалог с теми, которые сейчас у нас будут не готовы с нами говорить. Это первое. Второй вариант. Сейчас будут у нас ответы с людьми, мы будем разговаривать. Сейчас будут такие варианты, что человек будет говорить, ну я почитал, ну посмотрел все, ну я не знаю, я не уверен там. И он не будет четко говорить вообще, в чем у него сомнения. Тебе надо его подвести, подтолкнуть. Ему надо задать главный вопрос. Записывай себе куда-нибудь, задать вопрос. Какая тебе нужна еще информация, чтобы мы продолжили с тобой диалог и, скажем так, включились в стажировку, например. Или такой вот вопрос. Какая тебе еще нужна информация? Или другой вопрос ты можешь задать. Это опять по ситуации, услышь человека, не торопись говорить. Что тебя настораживает? Что тебя смущает? Вот это вот второй вопрос, который ты можешь задать. То есть человек может и сделать паузу. Вот очень важно в переговорах вести себя, ну как актер на сцене. Не торопиться брызгать своим талантом там на всех, я там все, он знает, а вот сказал, сделал паузу. Помнишь, Вия Артмане в фильме «Театр, театр, театр, театр». У нее там, ну не важно, просто там была такая ситуация, что ей надо было переиграть молодую актрису. Она уже зрелая, опытная. С красным платком. Да, с красным платком. И вот она вспомнила урок своего учителя, давно-давно, когда он говорил, что ты должна уметь держать грамотно, красиво паузу. Достань, ну задала вопрос, и пауза. И человек, ну наша цель сейчас не в конфуз вести, нам услышать человека. Потому что вот когда мы проводим такие собеседования, очень часто, второпясь, мы пытаемся, ты того боишься, ты, может, думаешь, это обман, ты, может, думаешь, что-то, то. Не торопись. Потому что сейчас человек откроется, и он скажет, ну, свое сомнение. И здесь вот когда он проговорит свое возражение или сомнение, тебе надо просто первое, если ты даже вот не знаешь, как на возражение ответить, ты сразу говоришь, называешь имя человека первое. Второе, ты говоришь, Оля, я точно так думала, как ты, или раньше, я тоже так. То есть имя сразу проговоришь. Вот любое его возражение, ты имя называешь, человек успокаивается. И потом ты с ним соглашаешься. Почему? Потому что на самом деле, когда у человека возникло возражение, он думает, что вы с ним по разные стороны баррикады. И сейчас он мне все это назовет, ты начнешь, он скажет, ну, понимаешь, что Арифлейм дорого. И он ожидает, что ты говоришь, ты что, Аня, какое дорого, посмотри, какое дешевое то-се. И ему, а он найдет, что сказать, и в общем, такая будет перепалка. Тебе надо перейти на его сторону баррикады, и тебе надо сказать, Аня, ты знаешь, точно так, как ты, я раньше думала, точно так, как ты. И долго не уходить. Потом, когда я попробовала, или потом, когда я познакомилась поближе, то есть у него будет вопрос или по поводу продукта какой-то там, или по поводу бизнеса. Что я уже пробовала, или там, например, такое возражение, ну, вот моя там кума пробовала, или там кто-то был там, и все такое. Ты говоришь, Аня, я точно так раньше тоже думала. И я была когда-то, и моя там кума, соседка была, ничего не получилось. А когда я познакомилась, не но, но не употребляем, но это опять противостояние, другая баррикада. Ты говоришь, а вот когда я познакомилась, и когда, и когда, это идеальный вариант, и когда я познакомилась там со Светланой, с Катериной, пообщалась больше, я поняла, почему у меня или у Маши тогда не получилось. Вот ты бы хотела узнать это. Давай я вот просто сейчас дам трубочку, и мой наставник с тобой сейчас вот ответит на все твои вопросы. Потому что я только начинаю учиться. И даже если меня не будет рядом, а зададут какое-то возражение такое, которое ты не можешь ответить, ты просто говоришь, что я тоже так раньше думала, и когда вот познакомилась там с Катей, Маней, Галей, я поняла, что это не так. И потом после этого тебе надо сказать, ну просто даже если ты реально не знаешь, как ответить на это возражение, бывает такие, хотя со временем ты поймешь, что возражение их штук всего 20 вообще, а часто встречающиеся, именно с тобой встречающиеся, будет 3, 4, 5. И все. Ты их потом со временем выучишь, как отвечать и все такое. Так вот если даже тупиковая ситуация ты не знаешь, ты все равно называешь ее имя, соглашаешься с ней, я тоже раньше так думала. Вот. И потом, когда ты не знаешь, что ответить, скажешь, ну этот вопрос очень хороший, как бы это самое, давай мы рассмотрим вот с моим наставником, если хочешь, она ответит тебе. Вот. А у меня к тебе другой вопрос. Тебе все-таки нужны деньги? Вот если нужны деньги, значит мы давай продолжаем. Тебя вообще наше, ну вот то, что мы сейчас с тобой начнем, ни к чему не обязывают. Я тебе сейчас объясню. Смотри, мы начинаем всегда, ну человека включаем проект наш, и всегда начинается со стажировки. Что такое стажировка по жизни? Это когда человек приходит, ему рассказывают, что надо делать, ну вот в обычной жизни, да, он приходит, ему рассказывают, что надо делать, и он пробует свои силы. Под конец этого как бы испытательного срока человек или руководство, которое берет этого человека, говорят, подходит или не подходит. Человек говорит, мне не подходит, или руководство говорит, мне не подходит. Или наоборот и тот, и тот говорит, все, вы нам подходите, и мне очень нравится, все, работаем. Вот, то есть стажировка, которую мы сейчас будем, ну вот куда я тебя хочу подключить, она тебе ни к чему не обязывает. Ты сама просто попробуешь, почитаешь, посмотришь. Если даже тебе потом на каком-то этапе ты скажешь, нет, не мое, не хочу, у тебя просто останется дисконтная карта компании, которая будет давать, возможно, 20% скидки. Это первое. А второе, будешь ты работать, не будешь, под тобой будет расти организация, как снежный ком. Может быть пройдет полгода, год, и у тебя что-то в жизни изменится, да, вот, и ты мне позвонишь, или я тебе позвоню и скажу, у тебя уже организация 100 человек, 150, они делают товарооборота 80 тысяч, у тебя уже может быть зарплата 8 тысяч, тебе это интересно, и ты тогда скажешь, вот тогда было неинтересно, а сейчас давай рассказывай, что надо делать, и все. Так что ты ничего не теряешь. Что я, отсылаю тебе письмо номер 2? И человек говорит, да, отсылаю, все. И следующая встреча у нас, ты просто маленький такой, как проговариваешь акценты второго письма. Второе письмо это подключение успешного старта, три письма, чтобы человек мог, ну он читает это письмо, смотрит маленькие ролики в письме, и потом там такой маленький ролик, что подпишитесь, на авторассылку трех уроков, и ты ему говоришь, вот ты смотришь инструкцию, самое главное, делаешь все по инструкции, внесла свой имейл и фамилию, ничего сложного нет, и потом быстренько заходишь на свою почту, тебе приходит письмо, и в письме спрашивают у тебя, вы подтверждаете, что хотите получать эту рассылку, и ты на эту голубенькую ссылку, на английских все буковках, клацаешь, и через минуту-две тебе должно прийти первое письмо. Если оно тебе не придет, то тебе надо сразу набрать меня, и я тебе помогу, может быть это письмо в спам ушло, а может быть что-то у тебя там не получилось, все, все тебе понятно, все понятно. В общем, когда тебе можно позвонить, через пару денечков можно позвонить, вот, давай, три дня будут у тебя идти письма, читай, смотри, они очень полезные, интересные, после этих писем ты точно, будут у тебя или вопросы, или конкретно ты уже примешь решение. Все, до встречи. А когда надо анкета, регистрация? Рассказываю. После второго? Минутку, нет, ты правильно совершенно заметила, вот сейчас, когда после первого письма, мы сейчас вот этот разговор провели, молодец, очень внимательно, по нашей схеме, помнишь? Значит, после, она сказала тебе, ну я не знаю ее сомневаюсь, говоришь, слушай, ну давай сделаем так, вот как ты про стажировку рассказала, и говоришь, я сбрасываю тебе первую анкетку, ты ее заполняешь мне анкетку, эта анкета нужна данной, для того, чтобы я тебя официально на сайт зарегистрировала, чтобы у тебя был свой личный кабинет с номером и с паролем на сайт, поняла? Вот, сейчас только мне ты анкетку заполняешь, набираешь, говоришь, анкету заполни, тогда я тебе сразу уже сбрасываю второе письмо, и рассказываешь про второе письмо, что это, чего это, и как это там. Ну так, я же не заполняю анкетку, не регистрирую, пока заказываю. Ты не поняла, тебе надо последовательность какая, человек согласился, ну давай на стажировку, ты говоришь, бросаю тебе анкетку, когда он только заполнил анкетку, ты ему бросаешь уже обучающий материал, он заполнил анкетку, эта анкетка в твоей базе, и ты ее будешь тогда использовать, когда у человека будет активационный заказ. Хорошо. Все, понятно? Все, этот этап закончили, теперь сейчас начинаем прозвон. Вопросы еще есть по повторному прозвону? Давай повторим еще раз алгоритм. Первое, значит, мы приветствуем человека и уточняем у него, напиши себе прям алгоритм, там первое, повторный звонок, повторный звонок. Значит, приветствуем человека и спрашиваем у него, удалось ознакомиться с материалом. Удалось ознакомиться с материалом. Второй моментик, уточняем, ну что ты скажешь по поводу моего предложения. Начинаем стажировку. Вот, если человек говорит, начинаем, ты рассказываешь прям путь, даю анкетку, заполняешь анкетку и отсылаешь второе письмо. Если человек начинает возражать, ты отрабатываешь возражение, даешь анкетку и отсылаешь второе письмо после заполненной анкетки. Если человек категорично отказывается, что мы делаем, помнишь, ты говоришь, да, ты говоришь ему, ну, хорошо, это тебе не подходит, ну, вот семья у тебя там, женщины в доме есть, оформляем дисконтную карту и активационным заказом я тебе подключаю. Как ты будешь присматриваться, такой вариант подходит тебе сейчас, ты будешь там информацию получать и дешевле брать продукцию, но если ты только покупаешь эту продукцию. Если человек говорит, я там раз в жизни взял когда-то губную помаду, то он тебе как дисконтик не нужен. Тогда ты остаешься моим вип-клиентом, я тебе сбрасываю блок-каталог, каждой неделе буду нового тебе сбрасывать и все, что ты хочешь, я тебе буду приобретать для тебя по выгодным ценам. Хорошо? Хорошо. Ну, все, всего доброго, может, ты все-таки мне вспомнишь пару человек, которым может это заинтересовать. Ты уже так много посмотрела и все такое. И в конце добавляй всегда фразу, если будут нужны деньги, ты знаешь, к кому обратиться. Я не занимаю деньги, но обучаю, как их заработать. Все. Вопросы у нас есть по второму собеседованию. Будут появляться. Хорошо, по ходу будем посмотреть. Все, отлично. Вот, вы сказали, оформляем активационную карту? Дисконтную карту. Активируем дисконтную карту. Активируем дисконтную карту. Вот, с заказиком же, естественно. Но перед этим надо узнать, вы вообще-то пользуетесь семьей продукцией Арифлейм? Я говорю, да, мы постоянно там заказываем. Давайте мы все-таки сделаем вам вашу личную, потому что она говорит, нет, девочки отдают по цене дешевой. Ты тогда говоришь, по цене дешевой согласна, что могут отдать. Ну, подарки, например, на 4,5 тысячи, они вряд ли вам отдавали, которые получают все новые партнеры, участвующие в стартовой программе. И все. То есть, вот таким образом. Все, значит, мы начинаем про звон.